Дождь спасению не помеха, решили сотрудники Ивановского управления МЧС и не стали отменять запланированные на среду масштабные командно-штабные учения. В центре внимания посетители и персонал одного из торгово-развлекательных центров города. Сегодня мы проводили не только эвакуацию, сегодня мы приняли решение отработать весь комплекс мероприятий, связанных с проведением тактико-специальных учений по организации проведения тушения пожаров, также аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения пожара, либо чрезвычайной ситуации на территории места с массовым пребыванием людей. В данном случае мы отрабатывали мероприятие с торговым центром «Ясень». По легенде, возгорание произошло в детском игровом центре. Пожар, хоть и условный, но зрелищный, со спецэффектами. Выбрали по легенде срабатывание датчика, одного из датчиков автоматической пожарной стимилизации. И от сработки этого датчика мы уже смотрели за действиями, как сработки системы оповещения сигнализации, как проходит сигнал до спасательных служб, какие действия были руководства объекта и охраны. Дыма не бывает без огня. Пламя изображают сигнальные маяки. Обжарная тревога. В ее окне работает система автоматического оповещения. Задача огнеборцев – найти эти лампочки. Только тогда пожар можно считать потушенным. Но первым делом люди покидают здание. Утро среды, ажиотажа нет. Посетители спокойно движутся к выходам. Здание полностью упустело менее чем за пять минут. Теперь дело за спасателями. Задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники, в том числе автовышка. Огнеборцам усложнили задачу. Мы решили отработать, что по легенде у нас один из рабочих данного объекта находился на крыше. И сам, соответственно, он покинуть не смог. И областной спасательный отряд, аварийно-спасательные службы Ивановской области, с помощью системы веревок, произвели его спасение с крыши этого здания. Репетиция спасения по сути ничем не отличается от реальных действий спасателей при возникновении ЧС. Только воду в пожарные рукава не подают. В остальном – все так же. Есть возможность наглядно оценить все бреши в безопасности объекта и в действиях личного состава. Действия персонала в целом оцениваются удовлетворительно по организации данных мероприятий. Но вместе с тем существовали ряд ошибок и недостатков. Мы в обязательном порядке при разборе данных мероприятий проведем их, укажем на эти недостатки и будем требовать и контролировать выполнение мероприятий по их устранению. Один из изъянов – припаркованный транспорт посетителей центра создал помеху для пожарных машин. Поэтому и другим возникшим замечанием сотрудники МЧС будут работать непосредственно с руководством торгового центра, чтобы ничто не стояло на пути к спасению. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново